Я, Ефремова Наталья Витальевна, проживаю на Плеханской, 62-103, квартира, 11-й подъезд, 2-й этаж, уже 37 лет. Ни разу такого безобразия, как сейчас, у нас никогда не было, и даже возмутительно. В октябре, да, когда пустили отопление, все было замечательно, все хорошо, проблемы были на первом этаже связанные, почему-то там, не знаю, там сделали, не сделали. Но 10 ноября у нас внезапно пропадает отопление везде. Лед, холодно, ледяные подареи, очень холодно. Спросили у слесаря, он не в курсе, что случилось и так далее. Пришлось писать документы, заявление. Написал заявление в нашу центральную прокуратуру, в государственную жилищную инспекцию и в РЭК наш центральный, в управляющую компанию. Написала я 21 ноября даты. Ждали, что будет тепло, мало ли что там случилось. Ни привета, ни ответа, никакого телефона написано, ничего не можем узнать. Потом сама сходила в центральную, была в областной прокуратуре, у дежурного прокурора. Посмотрела, сказала, обязательно, как только первый какой-то будет ответ, сразу к нам, будем действовать. Но ответа никакого нет. Пошла я еще раз, сходила, спустилась вниз прокуратуру центрального нашего района, уже лично на прием. Пообещала, что все выяснит, что это, конечно, безобразие. Но вот тишина, пока тишина, а мы мерзнем. Просто в доме находится мой муж, Ефремов Олег Владимирович, полтора года инвалид первой группы, лежачий. Я не знаю, что делать в этом морозе, как, что быть, кого, чем укутывать. Я уж не говорю про оплату, какая будет оплата и так далее, и тому подобное. У меня нет слов на такое безобразие. Нет слов. Мы не знаем, что это есть, что это случилось, когда это будет что-то изменено, и кто что делает, и вообще делают ли. И хоть даже заявление наше кто-нибудь видел или нет, тоже этого не знаем. Вот пришлось обращаться в общественность. Может быть, кто-то услышит, кто-то поможет. Только на это и надеемся. Продолжение следует...